СОСТАВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРОБУЛЛИН Мы продолжаем изучение логических операций И в данном видео мы продолжаем тему буллена Его продвинутая версия Вам необходимо посмотреть предыдущую лекцию Для того, чтобы более точно уяснить Как работают логические операции Мы не будем сильно останавливаться на пройденном материале Создадим несколько объектов Для того, чтобы мы могли с этими объектами взаимодействовать Пусть это будет 3 бокса Одинаковых размеров 50 Каждой стороны Зайдем в составный объект Compound Objects И выберем команду пробуллен Вы видите, она не поместилась в командной панели Командную панель расширим Чем же отличается команда пробуллен от команды буллен? Они параллельно развивались Команда пробуллен была более функциональной По сравнению с буллен Соответственно И в прошлых версиях программных продуктов До 2018 версии Она позволяла выбирать несколько объектов А не два Как в команде буллен Это была первая разница Ну и несколько более интересный функционал Вы видите здесь Большее количество различных свитков управления Ну и мы здесь не видим красивых ярких кнопочек Но это один из недостатков на данный момент этой команды Значит, как же работать с данной командой? У нас есть вкладка параметр Которая содержит логические операции Они аналогичны тем, которые мы рассматривали В прошлой лекции по команде буллен Это три основных команды Объединения объектов пересечения и вычитания И три дополнительных команды Объединения с сохранением геометрии объектов Также присутствуют импринт и куки То есть создание на грани Рёбер в форме объекта второго И куки создания дырки Тонкостенного элемента на основе взаимодействия этих объектов Значит, все эти команды, они остались И работа их осталась точно такая же Но за исключением того, что у них нет красивых кнопочек Далее При работе мы можем... Ну, давайте выберем Substraction выделение Для того, чтобы выделить второй и следующий объект Нажимаем кнопочку Start Picking В свитке параметра у нас есть вот такое поле Которое содержит Union команда Вот этот вот бокс Как только мы выберем следующий объект Появится следующий объект Subtraction Box Соответственно, операция Subtraction для коробочки следующей Каждая коробочка у нас подписана Соответствующим номерком Поэтому мы можем между ними ориентироваться Выделяем эту коробочку Переходим сразу во вкладку редактирования И вот еще одно различие От команды Boolean У нас есть команда ProBoolean И в зависимости от того Какая у нас коробочка здесь выделена Вот этот вот бокс будет зависеть от нее И размеры бокса мы сможем поменять Когда мы с вами активировали вырезание Поскольку второй объект первого не касался Мы потеряли видимость второго объекта Здесь есть возможность показывать операнды Но опять-таки не так красиво Как в команде Boolean Отсутствует каркасный разноцветный режим Но по крайней мере Вот мы имеем возможность показывать В группе дисплей или результат Работы этих логических операций Или все элементы Но мы можем на уровне под объект операнды Точно так же и использовать Данный тип элементов Результ В качестве результата Мы с вами получаем В данном случае вычитание Одного объекта из другого Переключаясь на операнды Мы можем полноценно видеть Что происходит с нашими объектами Мы можем перейти на уровень Box И менять размеры соответствующего операнда Что в общем-то достаточно расширяет возможность Данной команды Это одно из преимуществ данной команды Для использования Давайте посмотрим Что еще интересного у нас появилось Вот где кнопочка выбора следующих операндов У нас есть 4 режима В которых работает взаимодействие этих элементов По умолчанию встает режим Move Означающий что удаляются все операнды И получается единый объект С результатом взаимодействия Если мы выбираем вариант копия И нажимаем например Start Picking То В результате данного типа взаимодействия Я переключился на операнд Чтобы вы видели Создается новый объект Копируется от этого операнда И он уже участвует во взаимодействии А целевой объект оригинальный Он остается нетронутым Соответственно У нас получается как объект взаимодействия Так и оригинальный объект Если мы выбираем соответственно копию Что достаточно интересно Есть возможность Выбирать вместо копии Зависимую копию Reference или Instance Я возьму немножечко Ниже данный бокс Опущу И с помощью команды Start Picking Выберу Переключусь на этот оперант Перемещу его И мы получим Еще один элемент Но который создавался С помощью команды В данном случае Уже Это была команда Зависимого копирования Что она нам может дать Мы можем применить К оригинальному объекту Модификаторы Какие-то редактирования И например Создать там Фаски И посмотрите Фаску которую мы создаем На вот этом вот Оригинальном объекте Благодаря тому что У нас Логической операцией Здесь участвует Не простой объект А связанный С своим родителем То мы с вами Получаем Вот такой вот Вариант Моделирования Сложных поверхностей Фасок Выдавливания Или еще Чего-либо Просто Благодаря Добавлению Соответствующей Функции Вот здесь Во время выбора Тип Связи С объектами Которые участвуют Во взаимодействии Ну Референс И инстанс Вы знаете Чем друг от друга Соответственно Отличаются Далее Если мы все-таки Наше взаимодействие Объектов Провели С помощью Уничтожения Оригинальных Объектов И создания Логического Единого Объекта То есть Move Режим Что мы можем Сделать Сделать Мы можем Следующее У нас Так Не этот объект Вот этот Коробочек Значит У нас есть Еще одна Интересная Функция Которая Отсутствует В функции Bullen Обычной У нас Есть Кнопочка Которая Называется Extract Selection Она Находится В группе Которая Называется Sub-Object Operation То есть Это Операции С под Объектами Из которых Состоит Данный Составной Объект Эта кнопка Позволяет Извлечь Один из Операндов Как Новый Объект И работать С ним При этом Во время Извлечения Мы можем Remove То есть Вытащить Его Удалить Из Compound Объекта Из Пробулина То есть Полностью Это один Вариант Второй Вариант Сделать Копию Этого Объекта И здесь Он будет И новый Объект Появится И нас Больше Интересует Инстанс Вариант Когда Будет Связан Объект Мы Берем Инстанс Нажимаем Extract Selected Получаем Новый Объект Выходим Из Булина Выбираем Данный Объект Его Немножко Отодвигаем Вот Опять Таки Мы Произвели Зависимое Копирование Соответственно Что мы Можем Сделать Ну Опять Таки Накинем То Что мы Только Что Делали Edit Поле Можем Создать Фаски Сразу Ж Какие То И Они Здесь Будут Тоже Созданы Можем Создать Какую То Выемку И Ее Попытаться Выдавить В ту Или Иную сторону Соответственно Можно Еще Одну Выемку Создать Например Она Уже Больше Не Дает Но Смысл Смысл Вам Как бы Ясен То есть С помощью Вот этих Вот команд Можно Выносить Объекты Моделировать Их В стороне И получать Достаточно Сложные Формы Объектов В данном Случай Придется Еще раз Построить Эти коробочки Потому что Я Только что Испортил Очень сильно Геометрию Во время Выполнения Этих Операций Создадим Еще раз Эти три Элементика Еще разок Используем Пробуллин На одном Из них Вычтем Из одного Другой С одной Стороны И с другой Стороны Опять же Получим Такой Объект Извлечем С инстансом Последний Элемент Обработаем Его Командой Edit Поле И немножечко Выдаваем Эти объекты Все Вот Такая довольно Интересная Формочка У нас Получилась Что еще Здесь Можно Сделать Значит Создадим В Пробуллине Один из Объектов Для Объединения Union И допустим Мы его Вот сюда Установим Значит Вы видите Здесь есть Позиции Каждого Из Объектов Эти Позиции Мы с вами Можем Поменять Для чего Например Если мы Хотим Последний Элемент Из Третьей Позиции Поставить Например В первую Необходимо Здесь Выбрать Единичку Здесь Выбрать Элемент И нажать Кнопочку Reorder Ops То есть Поменять Операции После того Как мы Поменяем Эти Операции Посмотрите Значит Так Команда Которая Не действовала На этот Объект Когда он Находился Здесь При смене Она При смене Порядка Она уже Будет Взаимодействовать На тот Объект Который Там Уже Над ней Находится Это Во-первых Во-вторых У нас Есть Возможность Точно так же Как и Операциях Boolean Менять Тип Операции Уже Готовых Объектов Которые У нас Есть Вот Здесь Допустим Есть Один Объект Box 002 Я Хочу Чтоб Здесь Был Выделен Объект Который Будет Intersection Пересечением Являться Но Если В Boolean Просто Достаточно Было Щелкнуть На красивую Кнопочку И все Менялось В данном Случа Нам Нужно Выделить Этот Переключатель И придется Нажать Вот здесь Вот Кнопочку Change Operation Изменить Операции Только После Этого Мы Получим Тот Объект Который Мы Хотели Получить Но Об этом Нужно Не Забывать В некотором Роде Это Неудобство Небольшое Но Неудобство Change Operation Работает Вот Таким Вот Образом Что У нас Есть Еще Здесь У нас Есть Apply Material Точно Так же Два Элемента Которые Управляют Применением Материала С Оригинала Ко Всем Вспомогательным Объектам Которые Мы Присоединяем Это Первая Кнопка И Вторая Кнопка Сохраняет Все Материалы Объектов Которые Мы Оперируем На Этих Материалах То есть Точно Так же Остались Эти Элементы Неизменными В Данном Пункте Ну Дальше У нас Располагается Вкладка Дополнительных Настроек Advanced Options Группа Update Позволяет Выбрать Каким Образом У нас Применяются Команды В Этом Составном Объекте По умолчанию Стоит Переключатель Always То есть Когда Взаимодействие Мы с вами Делаем То Они Срабатывают Сразу А если Стоит Мануале То Когда Мы Перемещаем Что-то Куда-то Значит Нужно Нажимать Кнопочку Update Вручную Для того Чтобы Применить Вот эти Вот Операции Которые Мы Делаем When Selected When Selected Работает Только Когда Эта штука Выделим С которой Мы работаем То есть Кнопочка Update Она Работает Только На Выделенных Объектах Если Мы с Боксом Работали Вот с Этим То Нужно Чтобы Этот Бокс Был Выделен Только Тогда Только Тогда У нас Будет Срабатывать Обновление Вот Ну и WhenRendering То же самое То есть Лучше Оставить На Always Чтобы Наши Объекты Наши действия Отображались Сразу же Ну возможно Это что-то Со старых Времен Осталось Что влияло На Производительность Далее Идет Параметр Decimation Данный Параметр Регулирует Количество Процентов В составном Объекте В сторону Их Уменьшения После Взаимодействия Как Он Работает Для того Чтобы Показать Мне Придется Взять Какой-нибудь Сложный Объект Например Сферу И Давайте Мы Немножечко Ее Вот так Полигончиками Обрадуем В большом Количестве Вырежем Сферу Вот такие Вот вещи Мы с вами Получили Да Да И Если Поставить Здесь Параметр 30% Значит Посмотрите У нас Полигоны Начинает Что-то Происходить Если Поставить Параметр 60% Вот Что У нас Интересное Будет Происходить И Если Поставить Параметр 90% То Количество Полигонов Существенно Уменьшится Но Мы Потеряем Большую Часть Нашей Геометрии Вот Как Это Работать Может Грубо Говоря Да Ну По умолчанию Этот Параметр Ну Практически Не задан Нуле Процентов Который Регулирует Полигональность Которая Нарезается В процессе Взаимодействия Наших Объектов Далее У нас Есть Квадрешил 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 Тесилейшн При активации Которой Мы Можем Менять Создавая Полигональную Сетку Здесь Мы Меняем Параметры В общем-то Насколько Она Велика Не Рекомендую Здесь Ставить Параметр Близкий К нулю Только Что Значит Я его Поставил И В общем-то Все Успешно Умерло Потому что Сетка Разделилась На очень Большое Количество И компьютер Не справился С просчетом Уменьшенной Сетки Ну и Последняя Вкладка Вернее Группа Во вкладке Продвинутых Функтов Называется Планар Эдж Рэмовал То есть Удаление Ребер Так Называем Эта вкладка Позволяет Определить Какие Полигоны Будут Удалены Все Только Видимые То есть Только Невидимые На каждой Грани И Ничего Удаляться Как бы Не будет Это Вариант Который У нас Вот видите Здесь Попалось Ребро И В случае Удаления Она удаляется В случае Удаления Видимых Она тоже Удаляется В случае Неудаления Это Ребрышко Было бы Здесь Отображено Ну По умолчанию Опять-таки Стоит Удаление Всех Элементов Значит Если Здесь Есть Сфера На сфере Это Вот Немножечко Видно Что Попадает Взаимодействие Что Не Попадает Взаимодействие Значит Ну По большому Счету По данной Команде Все Благодарю За внимание Развивайтесь Вместе Немножечко Продолжение следует